День настоящих мужиков И я вас поздравляю, мужчин, женщин, которые имеют отношение к воинской службе Да, наверное, и женщин, которые являются нашими верными подругами Только забот больше Приходится еще дарить подарки мужикам Стол накрывать Сочувствую Но, тем не менее, праздник праздником А когда сидишь почти в изоляции Вот, и приходится, чтобы не терять время, продолжать эту бесконечную войну Итак, перед вами Это будет 276-й вебинар Мы тут вспоминали с моим другом и помощником Сафроновым Который организует мои вебинары А их-то около 400 Боже, где-то мой Дет 15 пролетело, как мы дружим и воюем А вот победы Немногочисленные Вот одна из них Это кусочек будущего вебинара Я не буду вас долго занимать время Будет конкретный вопрос Ну вот посмотрели, да На этот саженец Придет миллион саженцев, посаженных в ямы Не обрезанных и так далее Но Война бесконечная Это мой долг Продолжаю, хотя Честно говоря, несколько дней лежал пластом Вот Вот это вот пока лежал мне, брат, прислал ролик А в нем садят саженец Это просто подхожу к моей теме Он уже проснулся Ну нельзя пересаживать, который проснулся Ну тебе же сейчас его калечить надо бы Чтобы хотя бы прижилось что-то Ведь корни же изувечены Боже мой А зачем ты сюда вот эту самую Сделай эту арматурину металлическую Чтобы Ведь его же не на месяц, не на два Оставишь на зиму Все, корни замерзнут Ведь это проводник мороза А человек этого не знает Вот А еще один вопрос Вначале пришло вот такое вот Что творят идиоты Я ни при чем Это не ясно назвал идиотами Что творят идиоты И этому учат всех Читайте комментарии Обрезать бы им другие органы Это кто-то из моих учеников Смотрите, что он высмотрел Вот видите Этот человек учил Ему же нужно 20 минут занять Чтобы за эти 20 минут Его заплатили И он резал, резал Это уже не первый случай Резал и наконец От персика прекрасно Вот на дальнем плане Видите персик еще не обрезанный А на переднем был еще лучше персик И на нем было больше веток И вот их все поотрезал Все, все, все Оставил голый штамп Вот И замазывать он не стал Зачем? За что? Заработать деньги Таким ароматским путем Сотням тысяч людей Внушить, что персику ветки Не нужны Не нужны, но они потом вырастут И забывают сказать Что если ты живешь на Украине Не учи россиян Если ты живешь еще южнее Не учи украинцев Еще один Добрый вечер Он говорит Заглубляйте 20-50 сантиметров Вы при Ване Он не верит Я говорю Да каждый сантиметр важен Не дай бог заглубить косточку На лишних сантиметров два Ведь потом Основание штампа Оказывается под землей И сгнивает А он учит На 20 Я не говорю кто Ну хоть Просто поверьте мне 20-50 сантиметров И при Ване Он не верит Дерево То есть если выпрямо Значит Дерево плохо подготовил В зиме Как вам такое? Хреново такое Значит Моя наука Ни хрена пока не действует Вот Люди присвоили себе Кучу званий Экспертов Называют себя Специалистами Называют свое объединение Или как он там Не просто Ладно все Проехали Вот еще пожалуйста Киев Я не ополчился Против украинцев Но зачем они это? Вот Они не знают Когда надергали фотографии Ну на Украине что? Своих абрикосов нет? Зачем ворвать фотографии? Своих фотографировать не можете? Вот эта дама Вот Это преподаватель Шушенского колледжа Она у меня в гостях У нее в руках 100 граммовые абрикосы Зачем на сайте Киевского Этого питомника Эта фотография? Нет Я горжусь этим Получается Вы продавая саженцы Не имеете Своего Баточного сада Вот такого вот А вот Это чья фотография? Внизу Это внизу Фотография Железа Об меня То есть Нижняя Вот он с ведром стоит Это к чему я говорю? Вы думаете Они сказали Ой Это Это Ой простите Я сейчас открою Ко мне кости идут Продолжаю Это значит Что Выбрана Просто эффектная фотография Меня они не знают Чтоб сказать Что в нашем Киевском питомнике Когда вы купите Это вот У вас У вас будет Вот Кто-то купил Вот этот гражданин Вот Купил И у него Вот такие Получился урожай Вот для чего Фотография взята А своих Значит Нет таких А это Сибирь Это Абрикос Королевский Родом из Фрации Вот так вот Я Фактически Зарабатываю Право Учить других И критиковать И наконец Ради чего Сегодняшний Фильм Придуман Я пока Кино-то Снимаю Ладно На кухне Все готово Так И вот Мне человек Пишет Я не буду Сейчас Знакомить с ним Я уже Знакомил И у меня Возник еще Один вопрос После прочтения Ваших книг Кстати Книги Оказывается Пишу Покупайте И у вас Будет Такой же Сад Вот такой Вот будет Вот такой Еще раз говорю Это мои фотографии Так Я прошу Сейчас Когда-то Когда-то Это называлось Эволюция Сейчас По-моему Идет Обратный Процесс Часть Это Естественный Отбор Вот Мы все Переболеваем Что касается Нет Казбетного Ответа Такого Жесткого Я просто Люблю Рассуждать Вот Когда-то Нет Не на земле Земля Слишком молода Для этого Появились Действительно Первые Микромы Бактерии Вот Они Развивались Развивались И вот Наконец Мы уже С тобой Садоводы Вот Поэтому Будем Говорить Именно Про Садоводство Про Растение Иодство Сейчас Как-то Раз Приходится Включать Что касается Нет Конкретного Ответа Такого Жесткого Я просто Люблю Рассуждать Что касается Вот Представь Себе Растение Которое Развивается Первые Листочки Да Первые Вот Первые Победи Первые Веточки Появились Подчеркиваю Слово Первые А раз Первые Значит Они Самые Самые Старые Старинные Вот Миллиардоветние И у них Это Самая Древняя Информация Чем Древнее Дерево Тем Более Устойчиво Нет Не так Чем Более Древнее Часть Дерева А сюда Входят И клетки И почки И все Остальное Вот То есть Чего Дерево Состоит Тем Оно Пережившее Все Испытания Тем Оно Надежнее И совершеннее И устойчивее Устойчивее Ко всему В том числе И к Перепадам Давления Перепадам Температур Вот Все 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 Дерево Продолжает Развиваться Потом Меняются Условия И тогда Одни Отмирают Другие Продолжают Развиваться Вот И вдруг С одной Да когда-то Случилось Чудо Немыслимое Невиданное И невозможное Для Понимания Понять Понять Это невозможно Никто Ни один Человек На планете Вот Как оказалось Внутри Ядра Как оказалось Образ Целого Дерева Вот А ядро Это Имеет Каждая клетка Каждая И здесь Речь идет Только о Старшинстве Поэтому Когда-то Я это Подошел Интуитивно А осмысливать Начал Потом Если Берем Почку На развитие Пусть она Будет Самая Одна Из Нижних Самой Нижней Нельзя Там Есть Резервные Почки Которые Ножны Только Для Валерий Случа Одна Из Самых Нижних Вот С ней Надо Иметь Дело Загадка Остается Немыслимая Загадка Если бы Все было Подарвено Дерево Развивалось То Мы Про Дерево Ветро Говорим Оно Развивалось Бы Развивалось Бы Допустим Из Одной Клетки Состоит Потом Из Двух Потом Из Трех И Вот Они Почему То Превращаются В Организм Да Еще С Какими То Развыми Функциями Ну Вот А Потом Однажды Случается Чудо Дерево Погибло И Вдруг Из Одна Единственная Выжившая Клетка Где-то Там Похороненная Где-то На Какой-то Глубине В почве Вдруг Появляется Ростусик И Не Из Почки Нет А Из Клетки Из Клетки А В ней Уже Готовое Дерево С Королями Из Кроны И Нет Этого Объяснения Потому Что Как Оно Вдруг Откладывался Образ А это Именно Прообраз Целого Дерева Которое Не подчиняется Законам Природы Которое Придумали В том числе И Че Здорове Это Результат Развития А Оно Было Готовое 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 Перед Наш Отдок С Тема Почка Почки Родин Вот А если Возвращаться К теме Почка Почки Родин Это Просто Я Находил Это У меня Такие Фотографии Специальные Полумертвые Дерево Большинство Веток Мертвые А на некоторых Ветках Выживших Не имеющих Никаких Примышлений Перед Другими Вдруг Цветы И плоды Это Чудо И чудес Вот И бочки Все разные И Происходит Какой-то У них Есть Какой-то Запас Прочности Причем Он Не Законамерен Получается Мы Видим И только Потом Понимаем Вот Эта Бочка Особая Но Взять Именно После Этого Катаклизма На дерево Почти Мертвое И вдруг Неживая Бочка Живая Ветка И взять Ее В работу Это Мы Обязаны Делать И назвал Я это Сирекционное Клонирование И Никакого Вмешательства В геном Никакого Просто Отбор И Тогда Оказывается Что Природа Заботилась И в дереве И запас Прочности Где-то Миллионы лет Именно В условиях Таких Объюзеленных Условиях Когда Миллионы Миллионы Благополучия И это Качество Оказалось Ненужное Оно Похоронено Где-то Чуть не Сказал Подсознание У дерева В неноме Дерево Почти похоронено Но ждет Своего часа И когда Вдруг Тысяча деревьев Понимает Тысяча первая Вдруг Окануться Способна Дать Потолство Заклад Окончен Ну в общем Учитывая Состояние Здоровья У меня Есть Я был Моложе Более Красноречив И убедителен И десятки И в конце концов Сотни фотографий К тому Свидетельство Однажды Появился На свете Интернет Потом Появился Мой сайт А на сайте Появилась Эта фотогалерея Боженьки Мой Вот Эх наука Наука Когда же Вы проснетесь Ведь Вам вкладывают В руки Новое направление Как Как Бывает Что Вот это Вера Авторитетов Что Возвращаться В старом Вспомнить Когда Самый главный Авторитет Науки Написал Что Было Страшная Ошибка Что Это Что Подвоя Не увеличит Вару Стойкость Привоя Вот И Сейчас Процитирую Хотите Классик Процитирую Подставка Хладостойких Подвоев Не увеличивает Подставка Хладостойких Подвоев Переводить Не увеличит Паростойкость Привоя Эта Классика Привела К тому Что И дальше Будем Брать С разных Концов Планеты Деревья Будем Брать Пальсу С одного Пестик С одного Тычинка С другого Будем Скрещивать И получать Деревья Отбирая Чтобы были Качества И того И того От одного Моростойка Другого Кус Перечерта Дошли До определенного Предела Снимаешь Шляпу А дальше Оказалось Все не так Оказалось Что подставка Не только Увеличит Паростойкость Но это Уже Но и Качество Возвращает Можно Извеличь Качество Которое Были В райском Саду Или То что Мы называем Пусобразно Называем Райским Садом Вот Как Направить На эту Дорогу Ну кто Послушает Инженера Металлурга Ну кто Надо Заканчивать Его Звучит Продолжается Вот Помогайте Друзья Звучит Звучит Звучит